Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Председатель Латвийского общества русской культуры и член Конституционного совета по делам нацсмельшинства президент Елена Матикубова у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Вот так совпало, совпадение, не совпадение, но именно сегодня, торжественное открытие Латвийского Дня Русской Культуры, может быть, перед тем, как к таким большим темам, перейдем все-таки несколько слов об этом важном событии вообще в жизни русской общины Латвии. Да, вы знаете, это прекрасный праздник, созданный еще во времена Первой Республики, практически 95 лет назад. И это только показывает, что понятие культуры не какое-то абстрактное, а это состояние, состояние души, состояние интеллекта, состояние какой-то внутренней, духовной жизни. Человеку нужно питаться, подпитываться какими-то своими корнями, какими-то полученными еще в детстве мелодиями, какими-то ценностями. И когда мы видим, что это все вокруг нас, просто вот в этой повседневной жизни набегу, мы как-то не придаем этому значение, мы не видим. А ведь для кого-то это творчество, которое составляет основу их идентичности, самобытности. То есть прекрасные поэты, сколько у нас интересов. Есть, конечно, графоманы, но я поддерживаю всех. И даже графоманов, если, условно говоря, душа полет, а почему нет? А почему? Это форма реализации человека. Не всем быть, назовем так, Пушкинами. И не надо. Пушкин должен быть один, или Лермонтов один. Ну, а того Пушкина и не надо. Да, и не надо, да. Но ведь каждый человек имеет свою нишу, свою. А уж насколько талантливы наши дети, насколько много современных. Происходит прекрасный обмен и психологическими дискуссиями, и культурологическими, эстетическими. То есть я когда смотрю, сколько у нас творческих людей, и не только творческих, а тех, кто ценит и готовы помочь, потому что очень часто тверческие люди, назовем так, не очень пробивные. Они не очень умеют организовать. Они могут создать. Да, организация. Подать, вот, подать себя. Да, они не умеют. И поэтому у нас масса людей, которые готовы помогать, потому что понимают ценность этого. Я благодарна очень многим высшим школам, да, и вот в первую очередь назову Балтийскую международную академию, которую, ну, всегда предоставляет площадка, да. И я должна признать, что и другие вузы сегодня, а насколько у нас регионы, активно включаются. И вот сегодня в 7 часов в здании Большой гильдии, филармонии, состоится торжественное открытие. И что интересно, организаторы Дней русской культуры всегда имеют связь еще и с Россией. И не всегда, скажем, только с Москвой, а иногда с такой провинциальной глубинкой, но такой, знаете, настоящей, где и музыка, и песни вот настолько по-народному, по-искреннему, что я всегда, сколько я хожу на открытие этих дней, на первый, начальный, торжественный момент, я получаю такое наслаждение. И помню, когда-то была возможность маму с собой брать, а у ней прямо стояли слезы, когда она смотрела на это богатство голосов, костюмов, выступлений, языка прекрасного, да? То есть вот это немножечко нас вот в этой повседневной жизни останавливает и, ну, мотивирует подумать о чем-то высоком и остановиться. Да. Замечательно. Я думаю, что у участников Дни Русской культуры как раз будет возможность подумать о высоком, но, как обычно, после праздников мы возвращаемся в будни. Здесь не всегда такая радужная картина. С одной стороны, вот такой, хоть и маленький, но антипозитивный шаг со стороны президента Вениса, который вышел с инициативой, чтобы хотя бы уже вот младенцев, которые рождаются в семьях, где оба родители не граждане, чтобы автоматически предоставить гражданство, правда, копья ломаются в семи нешуточные, как будто речь идет вообще о нулевом гражданстве. На самом деле, это касается нескольких десятков человек, которых в год рождаются, 10-20 детишек. Вот, тем не менее, ну, мы можем предполагать, что все-таки большинство в семи будет для принятия этого законопроекта. Вот, ваше ощущение от всего происходящего, от того, как настроена политическая элита вообще вот к этому вопросу, куда мы движемся, на ваш взгляд? Очень многогранный вопрос. Я бы не сказала, сложный, но хотя он и сложный тоже, он немножко грустный, потому что, вероятнее всего, и это можно смотреть по тенденциям общеевропейским, да, мы правее. То есть, почему-то те ценности, которые когда-то заявлялись, и в результате которых в том числе Латвия восстановила свою независимость, ценности демократии, народного волеизлияния и так далее, то есть, вот эти красивые слова, в которые люди тогда поверили в надежды, да, и вот я недавно делала материал о первом форуме народов Латвии, да, мы восстанавливали, там просто можно найти такие эпитеты, такие речи, такие обещания, да, что и эта эйфория была абсолютно такая искренняя, то есть, я не могу сказать, что кто-то специально там кого-то обманывал, хотя такие фразы тоже звучали, вот, наверное, на уровне интуиции я не могу сказать, что люди, с которыми я, скажем, тогда общалась и уникала осознанно кого-то обманывали, я думаю, они даже не предполагали, во что это может вылиться, это традиционно. Ну тогда они еще в это верили. Да, традиционно для всех, назовем так, революции, это характерно. И вот после этой волны такого левого народного вылезлияния демократии и избытка этого демократии и неумения жить при всех слабостях и минусах демократии, во всех обществах происходит откат вправо, он сегодня наблюдается во всех странах. То есть, здесь ничего удивительного нет? Нет, ничего удивительного. Это грустно, понимаете, потому что мы живем все-таки, наверное, в этом особенность человека на уровне эмоций. Вот нам что-то не нравится, и мы ищем, как, я не знаю, слепые котята, мы мечемся в ту сторону, в ту, мы ищем, где теплее, где комфортнее, где слаще, вкуснее, и так далее, и так далее, если брать такую ассоциацию. И вот в этих крайностях, в этих поисках мы уходим от какой-то аналитической перспективы, которую вы строите, если мы серьезно говорим о строительстве, о государственном строительстве, чем должны заниматься А, и философы, Б, и политики, да, в общем-то, и любой человек, который должен понимать, в каком государстве он хочет жить и что он ждет от государства. Не такая, ну, назовем, паразитирующая позиция, да, вот они мне должны, у нас не такое, поеду искать другое место, да, вот такое осознание того, что я отвечаю насколько могу за то, что происходит вокруг, и я выстраиваю вот такую перспективу для себя, своей семьи, своих детей и так далее. Вот за эти 25 лет, да, 30 лет, мне кажется, мы растеряли вообще желание, и для меня это самое страшное, что не наша политика, которая здесь, что часть людей хотят уехать, это абсолютно такое естественное и понятное стремление, грустное, но понятное, рациональное, там нечего даже сказать, как их остановить или как вернуть тех, кто уехал, хотя их жизнь там не намного лучше, но есть аргументы, которые дают вас, а какая там зарплата, во сколько раз она превышает, то есть спорить с этим очень сложно, это решение любой семьи или любого конкретного человека, но то, что политики, которые живут здесь, которые декларируют стремление менять жизнь здесь, да, действуют тоже на уровне эмоций, обид, или, что еще, даже бы не сказал грустнее, а что еще опаснее на уровне игры и торга, да, политического торга, который происходит, а не каких-то концепций, не каких-то споров о будущем, о том, какое государство нужно всем живущим здесь, какие ценности мы закладываем, то есть такое условие, такое впечатление, что нами несколько манипулируют, то есть кто-то придумал что-то, а мы только как, не знаю, муравьишки, которые выполняют, накапливают и потом аккумулируют вот тот потенциал, в том числе экономический потенциал, в то, что люди, ну, назовем, у власти, или люди при возможностях, реализуют в тех интересах, которые они выдвигают, но дискуссии ни с обществом, ни с людьми, ни с народом, такое понятие, высшая власть Латвии принадлежит народу Латвии, вот я этого не видела. Да, вот, к сожалению, я так понимаю, что надежда тех родителей и, может быть, учащихся, которые учатся в школах с билингвальным образованием на корректировку вот этой реформы господина Шадоскиса, но пока тоже не оправдались, по крайней мере, если мы говорим о муниципальных учебных заведениях, я так понимаю, что еще впереди рассмотрение иска по поводу частных, да, может быть, там больше есть надежд и перспектив, да, но я так понимаю, что в какой-то степени это было ожидаемое решение Конституционного суда для вас. Однозначно, вот в политическом плане и тот торг, о котором я говорила, я понимала, что даже высшая юридическая судебная инстанция, да, не могла пойти против ну не знаю, вот этого менсим, то есть катка, катка, который продавливал определенную концепцию. И эта концепция на сегодня опобедила. Но вот вы понимаете, не в обиду нашим слушателям или вообще нашим людям, в плане нашим жителям, всем, вот надеяться на что-то бессмысленно, вот никто ничего не сделает, сделает только то, что мы с вами решим сами, но делаем, если мы это будем делать, если мы четко будем заявлять свою позицию, потому что вот единичные люди, выступающие здесь, с разных сторон, с разным взглядом, да, будут только вещать, и не будет никаких конкретных действий, никакого конкретного воли излияния народа или какой-то части, группы, народа, то надеяться бессмысленно. Я безумно люблю эту притчу о том, что такое надежда и где она хранится. Я напомню ее, может быть, тоже слушайте. Я когда-то спорила, и мне было так грустно принимать эту притчу, но это правда жизни. О том, что надежда была в ящике Пандоры, а помните, в этом ящике были скоплены все грехи, все недостатки, все проблемы человека, конкретной личности, и последнее, что осталось, вот вы помните, надежда остается последним, все думают, там на корабле или где-то. Да нет, в ящике Пандоры со всеми человеческими недостатками она была последней, которая не вылетела, и вот она остается последней. То есть, это всегда человеку дает возможность перенести ответственность самого себя на кого-то, от кого-то он ждет решения своих, в том числе личных, или в том числе важных для него, его семьи решений. И вот это надеяться на кого-то всегда снимает вот себя, ну уж если они ничего не могут сделать, вообще, что я тут должен делать. Поэтому, мне кажется, надежда точно не тот метод, который может изменить, если люди недовольны каким-то решением, в том числе конституционного суда. Все остальные процессы, в том числе международные процессы, это длительней же процесс, и, к сожалению, человеку свободно привыкать жить в любых, вы знаете, и в тюрьме, и в ссылке, человек привыкает, создает вокруг себя какие-то комфортные, относительно уютные условия, и живет, и привыкает к этому. Вот для меня это самое страшное, что нас может ожидать. Если мы смиримся, если мы примем, не будем высказывать свое мнение, не просто высказывать, а, в общем, требовать. Одно из предложений, я не знаю сегодня решения, у меня тоже нет, это работа, наверное, каких-то мозговых групп, модераторов, в том числе, возможно, политиков, но одно из предложений, которое тут какое-то время ходило и в интернете, и в фейсбуке было объявлено, это возможность в сегодняшних условиях принять закон о школах национальных меньшинств, который может регламентировать. Это возможность найти выход, если власть увидит, что это надо людям. Если только это будет какой-то группой политиков, мнение какой-то группы политиков, или вообще группа какая-то инициативная заявила, а люди не понимают, зачем и что это даст, и будет ли какой-то шанс, и есть ли какая-то надежда. Повторяю, все в наших руках. Да, ну вот говоря об этом крене вправо, иногда какие-то удивительные вещи мы слышим, вроде бы есть в каждой инициативе какое-то разумное или рациональное зерно, но вот я к чему веду, буквально на прошлой неделе председатель комиссии, хочу заметить, по интеграции и сплощению общества, господин Юдин, сказал о том, что надо вообще, чтобы садики только были на латышском языке, при этом, как обычно, все это объясняется благой целью, что прямо с молодых ногтей, дети впитывали государственный язык, и потом он был бы для них как родной. С одной стороны, вроде бы многие родители могут сказать, ну да, действительно, очень хорошо, дети в этом возрасте очень быстро осваивают языки, ну и хорошо, что будет на латышском, но нигде ни слова не сказано, а что же будет вообще с садиками национальных меньшинств, и почему нельзя сделать какой-то микс и как-то это совместить, почему нужно обязательно все, так сказать, переводить на один язык обучения. Вот понимаете, это продолжение, прямо прекрасный пример, лыка в строку, да, того примера, который сказал, мы живем эмоциями, вот у кого-то такой опыт, у кого-то такое решение, Абек, я думаю, вы тоже помните, был период, когда все родители в 90-е годы отдавали детей, то есть мест, начиная от детских садов и в школах, все отдавали в латышские детские сады, в латышские, просто по ветре, вот до где-то там 2000-х годов начало, это была тенденция явно и заметно и ею махали всюду, вот родители сами хотят. Когда родители увидели последствия этого, это разрыв смирных отношений, вот буквально, я говорю, неделю назад мне были очень горький пример, вот полностью разрыв ребенка, поступивший в первую гимназию, как он поменял на многие политические процессы мнения, как он оценивал, в общем-то, всю свою родню, да, и это не анекдот, это не какой-то вырванный, редкий сюжет, это правда жизни, и есть исследования, которые показали, как меняется человек, который растет в иноязычной среде, и что происходит с его психикой, с его взаимоотношениями личности, и у Юдина вполне может быть, и он видит плюсы, если он выстраивает эту концепцию. Для меня, у меня сейчас один звук, опять-таки, в частный пошел, рядышком в латышский, но вот только нам предоставили место в детском саду национального меньшинства, он говорит, его девочка-сверчница-латышка говорит два раза лучше его, и одна из причин, потому что дома у него один язык, в садике у него другой язык, и у него не формируется, и это закономерно, это не страшно, но просто это на определенном времени отставание, потом он должен это догнать, зато у него будет, скажем, два паральных языка, но сейчас нам выделили место в саду национального меньшинства, и мама, и папа однозначно говорят, переводим, возвращаем, потому что теперь есть место, то, что мест не хватает во всех детских садах, то есть мы вот год ждали, и вынуждены были так учиться, поэтому, если родители видят и хотят сохранить родной язык, то их законное право, это их жизненная концепция, это их ценности, поэтому для Юдина, юриста, мне кажется, очень странно, если личные, индивидуальные концепции, видения и ценности, он переносит на всех, мне кажется, государство, если мы берем теорию Лока общественного согласия, обязано спросить все социальные группы, заметные, явные, о их ценностях и стремлении сохранить, кто хочет, пожалуйста, а кто не хочет, пожалуйста. Сложно говорить даже о ценностях, если по существу мы видим, что политики грубым образом вмешиваются и даже в частные школы, что еще недавно тяжело себе было представить, даже в частные вузы, если фактически следующего учебного года за свои деньги, там даже иностранные граждане не могут учиться, к примеру, на одном из языков ООН, если ООН не является языком Европейского Союза, официально, но имеется в виду, понятно, что на какой язык намекали депутаты, принимая такие ограничения, потому что на русский язык, и что-то это немыслимо, что в мире, в частном вузе человек не мог прослушать лекции на русском языке за свои деньги, если есть такая возможность, такие лекции вообще осуществлять. Абрик, вы знаете, я вот год назад участвовала уже в круглом столе по этой теме, и я тогда, только предположение, это было только начало и самый острый момент обсуждения, и я тогда для себя, я думаю, что все, кто принимал это решение, рассчитали чисто технологические шаги. Это была угроза, или это был раздел для шантажа и потом торговли. Я думаю, однозначно, все юристы прекрасно понимают, об этом объявил и наш государственный охраняющий права, правозащитник, правозащитник, о том, что вероятнее всего по частному образованию. Это было известно. Любой юрист понимает, что частная собственность, конечно, что частная собственность не приказана, но нельзя вмешиваться, но это с одной стороны был демонстративный шаг, шаг шантажа, все заберем, и во-вторых, это возможность отступить. Ладно уж, уступим то, что само собой должно быть, но в политической игре это вот один из шаров, который можно вот так побряцать, поиграть, и потом, ну, успокойтесь, мы вам это дадим, но это не компенсирует, это не решит проблему полноценного образования, и меня удивляет, что вот в 20-е годы только что была прекрасная статья, материал о том, что такая попытка убрать школы нацменьшин в 23-м, в 24-м, только на заре создания государства, когда вот эти демократические ценности были по максимуму, что эта дискуссия была, закрыть школы, ну, в первую очередь, на русском языке. Вот на этом мы прервемся, такую интригу создадим, во второй части продолжим будем принимать ваши звонки, небольшая пауза новостей рекламы, не переключайтесь. МИКС-Ньюз. Елена Матикубова, у нас в студии, мы как раз остановились, прервали первую часть, такой очень важной, такой экскурсовой истории, такая параллель, вот в 23-м, в 24-м году, вы сказали, что были попытки со стороны отдельных политиков закрыть вот меньшинство в школе. В среднем, не так, только среднее образование, об основном образовании, тогда семилетнем, и у нас девятилетнем образовании речи не было. Это понимали, что просто при тех пропорциях, вот сейчас ругаются, что у нас тут много иноязычных, да, а в ту пору процент составлял 15-12-7%, и разговора быть не могло, то есть основное образование для ребенка должно быть на родном языке. Я вспоминаю, в общем-то, некоторых наших министерств, министерш, да, которые на международном, да-да-да, на международном уровне выступая, говорили, что до 12-13 лет по доказанной международной экспертизе образование должно быть с доминированием родного языка. Это все психологи говорят, это педагоги говорят, и министр при международной, на международной конференции, при международных экспертах однозначно сказал, что это в нашем государстве будет. Но это был 2003-2005, то есть, в общем-то, лет 15 назад. Это на международной конференции представители ЮНЕСКО были, мы показывали пример нашего билингвального образования. Это было заявлено очень четко. Между прочим, там еще один был хороший пример, который я использую. У меня записано это выступление о том, что одна из классических ошибок, в том числе педагогических, о том, что детям, и она у вас тоже прозвучала, Абик, поэтому я вам возвращаю или корректирую ее, о том, что детям намного легче учиться на втором языке, что они быстрее осваивают язык. Психологи утверждают, нет, нет. Мы просто, они не умеют сформулировать свои проблемы и свои сложности, свои боли. И очень часто нахождение ребенка год, два, три, пока он не адаптировался в иноязычной среде, может дать такие результаты болезненные на организм, на физиологию человека. Мы просто не связываем с этим. То, что ребенку как бы, понимаете, набор слов и меньше запас, потом он, естественно, растет. А взрослый человек, даже подросток, может сформулировать, как ему трудно, я не понимаю, я еще что-то. Он это говорит, и мы видим эти сложности. Вот на этой конференции на международном уровне сказали, что это классическая штамповая ошибка, просто дети по-другому осваивают и не комментируют. Но родители должны знать, он молчит, у него комплексы, он в себе не уверен. То есть, на самом деле, там очень много тоже психологии сложностей. Но это к слову, что это было очень давно, и вот так говорили однозначно, что основное образование, оно должно существовать всегда и будет. Сегодня происходит игра. Сегодня тоже юридически основное образование не затронуто принципиально. Кроме одного, поменялась пропорция, которая дает, что к седьмому классу ученик, который по новой модели должен учиться, чтобы потом в десятом классе перейти уже полностью на преподавание на государственном языке только, да, он уже должен 80%. Это означает, что только один урок, один урок, один предмет у него может быть на другом, кроме латышского языка. Все остальное должно быть на государственном языке. Даже в средней школе исчезает родной язык как предмет. То есть, ребята теряют ни литературу, ни язык, ни ораторское искусство. То есть, они это теряют. Поэтому я скажу, что даже 23-24 год, когда шла дискуссия о закрытии, что они не очень нужны, что таких школ мало, тогда процент людей, которые получали среднее образование, был в разы меньше. Сегодня у нас традиция среднего образования, а тогда с семилеткой это уже было очень хорошо и вполне достаточно, чтобы реализовать себя в рабочей жизни. Да, но вот, к сожалению, мы констатируем, может быть, я не прав, но мы констатируем, что, к сожалению, вот, не знаю, национальное меньшинство или русскоязычное сообщество в то время сталкивается с такими вот обидными, конечно, фактами обмана. Это, начиная с конца 80-х, когда Народный фронт сказал, что все получат гражданство, постоянные жители, и те, кто этого захотят. Как случилось в реальности, мы все помним. Потом господин Шадруцкий, если я это хорошо помню, когда он стал министром образования, уже фактически законодательная база по этой реформе 60 на 40 была принята. Он горячо поддержал эту систему и успокаивал родителей как раз тем, что, вы знаете, сказал он, это и есть такой разумный компромисс. Если вы вообще против него, тогда следующий этап это вообще перевод полностью на латышский. Это разумный компромисс, который в ваших интересах поддержать, и дальше мы не пойдем. Он сказал, что это и есть, это разумный компромисс. Ну, как мы видим, прошло несколько лет, и он стал могильщиком этой системы, если так можно сказать, и создание еще более радикального системы по этим пропорциям и перевода старших классов только на латышский язык обучения. Ну, я так понимаю, как мы видим, что есть желающие вообще свернуть образование на языках у нас в меньшинстве и не заморачиваться больше с этими языковыми пропорциями. Да, понимаете, очень часто я сказала, с проблемами хотят с грязной водой выбросить и дитя. Вот это по этому принципу. И эта тенденция на государственной улице, уровне все укрепляется. Даже, в общем-то, представители левых муниципальных структур, то есть те города, где достаточно ощущается хорошо влияние на выборы национальных меньшинств, даже они, я даже не знаю, в связи с какой-то государственной такой тенденцией, с государственным эмоциональным вектором, который вот дается все время, что вот это правильно, это счастливое наше будущее, да, даже они однозначно уверены, что это счастье для детей. И меня настолько удивляет позиция, что как кто-то может считать, что кроме родителей, кроме самых близких людей, кто-то лучше знает, какое счастье этим детям надо желать. И вот этот процесс – это та общая манипуляция, которая происходит за счет общественных средств массовой информации, общественных дискуссий, всего, когда четко насаждается, что это прямо выход из всех проблемных. Ну, это почти по-сталински. Нет людей – нет проблем. Самый простой Путин. Да, к сожалению. Вот говоря все-таки о консультативном совете при президенте господине Вейнисе, ну, мы знаем, что полномочия в первых числах июля заканчиваются, он не баллотируется на второй срок. Можно, наверное, на какие-то итоги подвести его работы и с точки зрения вот такого диалога с национальными меньшинствами. Как вы наблюдаете, вот, все-таки президент пытался обращаться к вам за консультациями по какому-то спорному вопросу, потому что вот мы уже говорили в первой части об этом беспрецедентном решении Сейма, ну, запретить фактические преподавания на русском языке в частных вузах. Мы понимаем, что эти все законопроекты визирует президент, он без единого возражения подписал, я так понимаю, не посоветовавшись с советом, консультативным советом в данной ситуации. Нет, конкретно такого обсуждения не было, но обсуждение реформ образования, несомненно, было, да, то есть не обсуждение, а мы констатировали. Вот тут надо на 4 года все-таки отмотать назад и несколько слов сказать о Вейнисе, да, и мне, вот я уже могу, это третий президент, в рамках консультативного совета, вот я участвую при третьем президенте, я должна сказать, что каждый из них вносил и приходил с желанием понять и найти оптимальный вариант взаимопонимания, взаимных интересов, да, и Вейнис начал тоже с очень такого решительного шага, мне кажется, я здесь на балконе была, когда он решил привести ревизию, да, то есть решил привести тех процессов, тех действий государственных и НГО, то есть негосударственных организаций в сфере интеграции. И там очень честные эксперты, которые были приглашены, представляющие разные интересы с разных сторон и с разных этнических групп, да, то есть там были и евреи, и латыши, и поляки, и русские, то есть там была вот смесь, это люди, которые были носителями и стремились дать максимально объективную оценку всех предыдущих действий, процессов, а второе – дать какие-то рекомендации, какие-то рекомендации, что и было сделано, вот тут же Денис Ханов здесь, мне кажется, сидел, да, Лес Моос здесь сидел, да, то есть мы эту тему обсуждали, но понимаете, что президент тут же получил, условно говоря, по рукам, почему он вот выслушал и почему это были те эксперты, которые могли, посмели сказать какую-то критику и какую-то правду, в том числе касаясь языка. Там было несколько четких предложений, что вопрос языка надо отставить, надо на какое-то время успокоить, да, не трогать эту тему, потому что это одна из самых болезненных тем, я очень хорошо помню, и говорить и обращаться, и давать возможность в определенных пространствах, в том числе говорить на языках национальных меньшинств, да. да, но вот все эти выводы получили в средствах массовой информации, особенно латышских, особенно национальных, так обостренно национальных, разгром, да, и в результате этого президент стал очень осторожным. Второй его заход был, несомненно, попытка дать гражданство детям. И как трезвый, да, да, и трезвый, при том, что он получил на опыте первой, да, ревизии, он уже собрал лучших экспертов-юристов, латышей, которые работают из Сатверсма, и которые, весь исторический опыт латвийского государства. Я знаю этих людей, прекрасных историков, казуистов, которые могут, в общем-то, найти эти пункты. Они его консультировали, все было принято, и вроде бы уже переговоры между различными группами давали надежду, опять возвращаемся к ней, что, может быть, это решение пройдет. Ну, а сегодня, если оно пройдет, то только в этих условиях. Вы помните, это торговля. Если образование отдадите, то тогда можно и гражданство дать, да, и то это вызывает такую дискуссию. То есть, одно из условий, в том числе, ТБЛДНЛ, да, партии ТЭЗМИЗБРЕВИ было о том, что если вопрос образования перевода на государственный язык будет решен, тогда об этом можно говорить. Тогда будет, как бы, согласие вообще эту тему обсуждали, а так категорическое нет. Ну, самое интересное, что вот то, что он стал осторожным, и в этих вопросах ему, как мы видим, не помогло, потому что есть политическая игра, политический процесс, и, видимо, тут он не смог, как бы… Вы знаете, что он не подыгрывал. Он все-таки надеялся найти какой-то компромисс. Мне кажется, это человек, у которого вот чувство совести, конечно, он, я предполагаю, я имею право сейчас это сказать тоже, он думал, он претендовал на второе слово. И он постоянно, ну, условно говоря, как каждый из нас… Балансировал, пытался удержаться так, чтобы не вызвать протестов и быть, ну, скажем, удобным или каким-то таким равновесием утвердить. Но это не могло, потому что в этом он проявил слабость. Вы помните, что сделал Затлерс? Когда он пошел ва-банк, увидев, что его не выбирает, потому что он пытался тоже как-то лоббировать между целой и харибной, да? Но он отстаивал четко те выводы, которые… Между прочим, вот это определение не интеграции, а сплоченностью общества, сегодня так называются эти программы, и от слова интеграция ушли, потому что слишком по-разному трактуют, а вот сплоченность общества, это сегодня наша как бы тенденция всех будущих планов, это как раз предложение Затлерса. Он ушел, потому что он выслушал тоже в свое время массу научных политических комментариев по этим терминам, в какой стране как это воспринимают, и мы перешли к этой сплоченности, да? Но он пошел ва-банк, он просто разогнал семь. Но стало лучше, попали ли те люди, которые по-государственному мыслят и уже продумали, и готовы обсуждать и выстраивать новое общество, новые ценности, совместное общество, боюсь, нет, то есть действуют пока в политике старыми методами. Да, к сожалению. Вот еще, может быть, такой вопрос, это не совсем, наверное, связанная, может быть, с сегодняшней темой, но это вообще говорит об общественном пространстве. Мы видим сейчас целый ряд скандалов, которые идут вокруг Рижской думы, да, и многие говорят о том, что, возможно, и были какие-то нарушения закона, но как-то все это уже смахивает на какую-то организованную кампанию, потому что каждую неделю буквально какие-то скандалы, обыски, аресты и такое ощущение, что все исчадие зла только в Риге сосредоточено, а в основном у нас уже рай наступил, в принципе. Вы знаете, что для меня тут ничего удивительного, я еще раз говорю о той политической игре и том политическом торге. И в этом плане, не разбираясь вот в тех политических или там юридических скандалах и коммерческих каких-то скандалах, да, я тут никого не считаю белым пушистым, есть определенные правила, но о том, что это точно продуманная, просчитанная акция, и если что-то попадает в средства массовой информации или что-то вдруг начинают копать, то как вот в старых критериях, найди, кому это выгодно, найди, кому это выгодно. И сразу становится понятно все, что за этим стоит. Любая выскочившая новая информация, она явно заказана кем-то в это время, нужно, чтобы это. И дальнейшие шаги тоже рассчитаны. То есть тут уже, начиная от выборов в парламент и заканчивая следующие выборы президента, да, все направлено на то, чтобы политический, не знаю, пирог, торт, сцену, столы разыграть так, как вот эта активная группа у власти предполагает. Ну вот такой последний вопрос. Есть ли у вас надежда, что новый президент, ну тут я думаю, никакого секрета не открою, видимо, фаворитом гонки является Георгий Левиц, если не случится никакого чуда, уже в следующую среду его изберут, ну мы видим по количеству голосов. Как вы думаете, как вы предполагаете, будет ли господин Левиц вот сохранять консультативный совет, будет ли для него вообще важно вот мнение представителей нацменьшинств, а почему спрашивают, может с одной стороны он самый смешанный из семьи, ну что тут скрывать, это очевидно, с учетом его биографии, а с другой стороны он все время позиционировал себя, по крайней мере, в последние годы, да, в 90-е годы он еще был с либералом, но сейчас он фактически позиционирует себя больше как национал-консерватор, автор преамбулы, прямо скажем, не очень, неоднозначный. Вот как вам кажется? Я понимаю, что вы с ним, наверное, не общались на эту тему, да, но... Нет, мы не общались, да, я не имею чуть-чуть быть знакомой с ним, да, хотя я его знаю, мы, наверное, в каких-то мероприятиях были, но не, я не представлю, не он, как бы вот личного знакомства нет. Но анализируя его путь, его тенденцию, я вижу, что это человек, который выстраивает свою концепцию, выстраивает с максимальной пользой для государства, но в рамках той информационной среды, которая для него первична, которая для него начальна, да. Это придет. Мы все заложники той информации, которая вот нам доступна или которая у нас, еще раз повторю, первична. Любая вторая ложится уже на подготовленную первую информацию, да. И в этих условиях у Левицы очень четкая концепция. И она работает на вот то большинство, на ту государственную тенденцию или концепцию, которую выстраивают, ну, скажем, сильные мира сего, назовем так, да. То есть люди, которые закладывают такое национальное государство. Имеет ли право он, я к тому, что плохо это или хорошо, нет. Это его выбор, какое государство он считает идеальным, какую модель государства он считает идеальной. Возможно, для него, да, хотя вот как раз, и вы знаете, очень часто в быту есть мнение, что как раз люди и смешанных, испытав вот всю эту раздвоенность, очень часто более ярко отстаивают концепцию вот такого единого. Я вспоминаю, что и у Берзинча один раз выступала. Конечно, легче жить и легче управлять, когда мы все одинаковые, одинаково одеты, одинаково говорим, никаких дискуссий, никаких спортов. Но это напоминает мне романы, повыны того же, написанные о том, что такое. Это явно попахивает, ну если не тоталитарным обществом и режимом в полном мере, то какой-то неживой материи. Вот я очень не хочу, чтобы мы превращались вот в это серое, однообразное, жившее по одному сценарию. Ну вот, для меня концепция, хотя в ней есть свои плюсы. Легче, проще выстраивать, может быть, экономически, но я боюсь, что экономически даже это не будет выигрывать, потому что именно многообразие, именно поиски нового, именно рождение новых и огромное количество, в том числе тех же мигрантов, которые есть во многих странах Европы, они давали толчок и экономическому развитию государства, то, что человек в первую очередь ощущает свое экономическое положение, финансовую составляющую. Поэтому, мне кажется, эта теория напоминает все-таки начало 20 века, начало 20 века. А Первая мировая война повернула эту традицию. Такое ощущение, что даже какого-то конца 19-го. Да, конец 19-го, начало 20-го века, да. А после Первой мировой войны был всплеск, вот как раз свобод, развитие, ценности каждой личности, ценности каждой этнической группы, сохранение этого, многообразие, да. Но вот эти волнообразные процессы, помните, время разбрасывать камни и время собирать их, да, это центробежные и центростремительные. То есть это все время пульсирующая такая составляющая. Наверное, сегодня нам выпала часть, когда стремятся к вот этому постоянному единению, какой-то универсальности, однотипности. Для меня это отход от принципов многообразия и ценности многообразия жизни. То, что сегодня в глобальном мире, ну, является в полном смысле примером, унификация, на мой взгляд, это прошлое. Да. Это бой, это бой свобод, это бой людей, это вот такая опасение комплекса внутри, что все другое, оно опасно, оно вредно. Да, к сожалению, вот на такой, может быть, ноте не очень обнадеживающе, но есть и позитив, это открывающий сегодня день русской культуры, я думаю, что всех мы можем пригласить не только сегодня, но вообще все дни, что будет происходить. А вы знаете, я все-таки точку поставлю другую. Я очень надеюсь, единственное, что левец умный, образованный, хорошо знающий, да, он выработал концепцию, не буду разбирать, почему его концепция именно такая. Да, это тема отдельная передача. Да, это тема отдельная. Но вот его ум и умение посмотреть широко и дискутировать, он не боится дискутировать по-европейски, да, вот это мне дает тоже надежду или шанс о том, что с ним можно говорить, можно в чем-то убеждать и, возможно, он услышит. Это начало нового диалога и веры в то, что этот диалог подвинет жесткую концепцию, этно-национальную такую концепцию левица. Тем более, что пока не имеет CV, он написал, что владеет русским языком, так же, как, кстати, и премьер-министр, хоть мы и не слышали ни разу, но есть такой факт, Елена Матикуба у нас была в студии, большое спасибо.